Ну, такой, потом... Привет. Поискала глазами, нашла, в общем, меня блокернули, и все, я не поняла, за что. Написано, что я размещаю сообщения то ли назойливого характера, то ли какого-то, в общем... Я так про себя подумала, назойливый, может быть, характер, если бы я лично кому-то на страничке кидала, да? Личных сообщений никому не рассылала. Я раскидывала просто по группам то, что делают все. Что у них стрельнуло вдруг, не знаю. Ну, у тебя срок какой-то или вообще? До 8 марта, да, до 8 марта страниц. Но при этом я по ней могу работать, то есть у меня есть там список друзей, я могу заходить и работать дальше. Я думаю, ну и значит, вот у меня судьба такая, значит, надо этот способ, значит, опробовать, раз мне страничку так... Ты не можешь отсылать сообщения, получается, да? Я не могу отсылать в группы, общаться с друзьями, находить новые контакты, писать. Вот у меня там по этой странице сегодня есть пара откликов, я по ним сегодня написала сообщения уже напрямую людям, думаю. Странно, в общем. Но все равно плюс к контактам, то есть ты не натыкаешься на закрытую страницу, ты все равно можешь зайти, какие-то контакты посмотреть. Что-то это, если вот потом еще после 8-го год блокировать, просто все эти группы на другую страницу перекину и все. Ясно. Ну вот я сейчас смотрю еще один вебинар, наткнулась, рекрутирование ВКонтакте. В принципе, это наш же метод. Плюс там еще две фишки она рассказывает, я потом выложу в чате, досмотрю, дослушаю. И все, вот не все, да, многие говорят, работайте голосом. Не переписками, а голосом. Особенно ВКонтакте. Вот сейчас последняя она говорит, работайте голосом, работайте картинками, да, то есть не пишите, а текст уже отсканированный там, да, или, ну, как-то скриншотом уже отправляйте картинкой, чтобы вас не банили, потому что буквально через 5 минут уже банят. Вот, чтобы такого не было. Либо работайте голосом, либо работайте картинками. Потом слушала Ирсану Магомадову, рекрутирование в Инстаграм. Она тоже. В принципе, у меня сегодня просто такой день, и я поняла, что я заголебалась в школе, когда вчера я смотрела, как Эдуард снимает 40 тысяч, у него еще осталось миллион с копейками. И я вчера... Ты смотрела этот ролик? И я получила аванс 7 тысяч, из них 6 тысяч отправила ребенку. И я такая, у меня одна мысль, охренеть, вот задолбала меня эта школа, да, и сегодня директор там говорит, надо новую санитарную книжку, тролливали. Я говорю, а что вы раньше не говорили? То есть вы не знали, что у нас будет проверка там, да, вы не знали, что нужно новую делать. Две недели висит объявление. А зачем я тогда в старую сейчас все делала? То есть я буквально вчера, позавчера делала все в старую. Ну вы купите. Я говорю, вот на данный момент я не могу купить. Она говорит, займите 300 рублей. Ну то есть в принципе, да, вопрос не в деньгах, деньги я могу найти. У меня есть отложенные всегда. Но когда она сказала, займите, а куда деваться? Я поняла позицию. Я вспомнила Медведева. Денег нет, но вы там держитесь. Директор сегодня подтвердил, да, займите, а куда деваться? Я думаю, нахрен вы мне нужны. Она мне говорит, а на следующий год пригодится? Я говорю, в следующем году, говорю, может я уже и не буду работать в школе. Она так замолчала. Ну ладно, говорит, и все, и мы разбежались с ней. И вот я просто пришла домой, такая думаю, так, все. Вся проблема в рекрутировании. Нет бизнес-партнеров, рекрутируй. Нет роста, рекрутируй. Нет настроения, рекрутируй. Директор достал, рекрутируй. То есть всегда рекрутируй. Стала слушать Ерсану Магомадову, как она в Инстаграм рекрутирует. Вот вся проблема, это в нас в том, что мы не делаем достаточного количества. Да, мы делаем, да. Но когда нам говорят, делай с 10 страниц, или делай там с 5 страниц хотя бы, да, вот сейчас рассказывала, она говорит, у меня 5 страниц работают, 5 отдыхают. То есть сегодня я с 5 работаю, завтра я с других 5. Мы же не делаем с 5. Мы с 2 сделали и сидим, ждем, когда нам 25 откликов придет. Но не придут 25 откликов с 5 страниц. Это статистика, чтобы было 25 откликов, нужно 15 страниц, как минимум. Поэтому все упирается в то, что мы не доделываем. Поэтому мы начинаем искать отговорки, мы начинаем искать, да нет откликов и так далее. Давно же сказали, забанили одну страницу, сделайте еще 5 вместо одной забанины. Я сегодня еще 5 начала делать, а первую создала, еще 4 создала. У меня кажется, не банялись, но тут вот. Вот, но... А мне вот эта табличка понравилась, которая вот Наталья Петрова говорила, да, то, что друзей она туда вносит. Во-первых, я тут веду учет. Когда человек добавился, что я ему отправила? Отправила регистрационную форму, и потом там последняя колонка, конечный результат. То есть там будет только написано регистрация, регистрация. То есть такая... Просто я ничем там не забиваю, не пишу там категорическое, нет ничего. Просто конечная должна быть все время регистрация, да. И здесь можно вести учет, сколько откликов, кому отправлена форма, и какой конечный результат. Ну вот у меня... У меня сейчас есть уже заполненная одна форма, просто я аж дома с ним договорились на 7 часов созвониться. У меня человек 3 дня вызревал. Ну, там все некогда было. Мы один день не созвонились, потом я ему созвонилась, потом я ему форму скинула, он запомнил. Теперь вот давайте, говорит, созвонимся, и я... Завтра Ирина будет ввести 150 баллов бонуса, говорит, у меня же, говорит, первый раз никто не записал, я говорю, а завтра кто будет записывать? Я вот поэтому стала устанавливать программу. Ну, попробую. Нет, у меня пишут, что запрещено и заблокировано. Если с интернета просто скачать, не конкретно с облака, а с интернета. Надо попробовать. Я, по-моему, с интернета просто скачаю. Попробую. Или еще один вариант. Ты мне в личку писала электронную почту свою? Да. Надо найти. Напиши, пожалуйста, еще раз. И напомни, чтобы я тебе сразу скинула. У меня есть на электронной почте, когда мне перекидывали, я тебе перешлю просто. Хорошо. Тебе в личку написать, да? Да. Давай еще. И, ну, в принципе, да, основное, на что акцент, это рекрутирование. Зима, весна, лето, осень. Не важно, праздники, не праздники, но рекрутируем. Вот я слушаю Ирсану, да, и я понимаю, что людей, которые хотят работать, их полно. Ирсана вообще, она говорит так, что я, говорит, если чувствую, что человек как-то грубовато отвечает, или типа, ну, типа, ну, давайте рассказывайте, что у вас там. Я, говорит, вообще сразу пишу таким людям, вы нам не подходите. Мне, говорит, не нужны люди грубияны. Мне, говорит, не нужны в команде люди, которые не могут одно предложение сформулировать, с просьбой рассказать. Рассказать о... О... Таня наступулирует меня. Вот, и она говорит, я сразу им пишу, вы мне неинтересны. Все. Вот. Ну, может быть, иногда и надо. Ну, ладно. Сергей Пахлов вчера на какой-то из одной моих рабочих страниц, ну, не на моей странице, да, то есть он на своей странице создал там группу заработок в интернете и стал поменять всех туда добавлять. То есть половина сразу поудалялась, ну, вот с того момента, что я видела, да. Половина в виска покрутилась. Вконтакте? Да, вконтакте. Вот, кто-то там пишет, я вас заблокирую. Я думаю, вот ты бухгалтер, и ты не понимаешь, что к чему вообще. Вот. Ну, это его дело. Я хотела бы написать, не используя нашу базу, ну, потому что там есть наши партнеры, и не только наши команды, но и других команд тоже. Вот пока я это, ну, как бы собиралась писать, я смотрю, что девчонка одна пишет, вообще-то финансовые пирамиды, они в России преследуются законом, там тролливали, тролливали, и ушла из беседы. И после нее такая там цепочка пошла, ушли из беседы. Вот, так что, ну, не знаю. Сегодня о чем я хочу? Да, это его, как бы, да. Дело. Его. Я ему, правда, вчера с ним разговаривала, когда голосом, я ему сказала, говорю, ну, ты там, говорю, пока пробуешь, что-то делаешь, говорю, ты у нас, говорю, сделай заказ, закрепись. Он говорит, ну, может быть, там, я говорю, ну, посмотри, говорю, короче. Ну, инвестировать 100 рублей, чтобы получить 160, это сильно. Ну, 160, это еще в лучшем случае, там 10% идет, за один день 10% набегает. А как он будет смотреть в глаза тем людям, которые положат деньги и не получат их обратно? Вот он просто тоже не понимает. Ему говорят, что, типа, это инвестиции, и это уже отдача. И не бывает таких быстрых инвестиций. Ну, не бывает. Это просто финансовая пирамида прячется за инвестиционными проектами. Потому что сейчас голая финансовая пирамида запрещена и в России. Поэтому они сейчас якобы инвестируют на какие-то там объекты, нигде не написано, какие программы инвестиционные, куда эти деньги идут и когда от них пойдет отдача. И то, что они их берут и отправляют, и тут же можно снять деньги, это вообще нереально. Нет таких проектов инвестиционных. Я говорю, если я захочу инвестировать, я пойду в Сбербанк. Через него заинвестирую. Ничего страшного. Да, это его, он человек взрослый, как бы, сам может думать. Ну, во-первых, хвастаюсь. А, браслетик я еще все жду. Браслетик мой пришел. Я получила второе задание. Причем я получила то, что я делаю уже давно. Первое задание у меня было включить систему ухода за волосами масла. Я маслом для волос пользуюсь всегда. У меня волосы немножко суховатые. И плюс еще и пушистые. Вот, сегодня я получила задание сделать глубокую очистку лица, паровую ванну или глубокую очистку лица при помощи там, ну, SkinPro аппарата. И сделать масочку. Ну, SkinPro я каждый день пользуюсь. Вот, поэтому на ночь сегодня масочка еще намазюкалась. И браслет остается на правой руке. Второй день. Вот, так что задание выполняем. Ну, задание можно выполнять до того, как браслет пришел. То есть, в принципе, там... Зарегистрировать надо, да. Да, там нет кода какого-то специального на браслет. Нет, я понимаю, но просто прикольный, когда браслет есть. Да, да. То есть, там, по сути, можно начинать выполнять еще до того, как браслет пришел. А учитывая, что у нас на этой неделе поставки больше уже не будет, следующая поставка через неделю только, вот на праздничные дни поставки не будет, то часть людей получит только через неделю. Что теперь, неделю ничего не делать? Нет, я уже начала. Вот. Смотрите. Хочу рассказать вам одну историю. Таня, слышишь? Жила-була девочка. Маленькая девочка. Вот такая. Девочка очень любила рисовать. Но она всегда думала, что она очень красиво рисует. И, как любой ребенок, она мечтала, она знала, что она самая лучшая, самый лучший художник и так далее. Однажды она на новых, красивых, дорогих обоях нарисовала корову. Папа пришел и сказал, что она нарисовала фигню. Потому что это не корова, а непонятно что. Мама пришла, сказала, что девочка вообще отругала девочку за то, что она испортила такие дорогие обои. И девочка решила, что она не умеет рисовать. Ну, папа сказал, фигня. Мама сказала, не корова, еще и отругала. И у девочки стали появляться рамки в плане рисования. То есть она не умеет рисовать. Ну и пока девочка росла, периодически кто-то из ее окружения убеждал ее в том, что у нее некрасивый нос, например, что она не умеет танцевать, что в их семье не принято интересоваться литературой. Или там, что в их семье нет гимнастов и танцоров, потому что вот конституция тела такая, что с таким телом только дома сидеть и семечки грызть. И у девочки становилась вот эта рамка все уже и уже. И она становилась все плотнее и плотнее. Девочка выросла. Понравился ей парень. Но она все равно, он как-то, да, парень сделал так, что ну вот не нравилась она ему. Вот и он как-то сказал такие обидные слова, что девочка в очередной раз убедилась, что она не такая красивая, не такая умная, но не такая, какая должна быть. И рамка снова укрепилась. Вот у нас у всех есть рамки. Ну в принципе вот все, что внутри рамки, это зона комфорта. Это то, что мы привыкли, это то, что у нас есть всегда, это то, что мы делаем всегда. И когда нам постоянно говорят, что мы это не умеем, что у нас это не получится, что в нашей семье это не принято, что у тебя нет голоса, ты не умеешь петь, и как бы человек с этим свыкается и уже начинает жить. И вот когда наступают такие моменты, что появляются в жизни ситуации, когда мы можем что-то изменить, вот эта рамка начинает на нас давить. У нас у всех есть мечты, какие-то мечты, то есть мечты разные, материальные, нематериальные. Вот у меня вопрос, есть ли это мечты, они находятся внутри рамки или вне рамки? Конечно вне. Они вне рамки. Какие-то мечты ближе к рамке, какие-то мечты дальше от рамки, но они больше, допустим, да? То есть, если это мечты, и если это не осуществилось еще, они находятся за рамками. Что нужно делать для того, чтобы эти мечты начинали осуществляться? Самое простое и самое сложное это расширять рамки. Вот когда мы начинаем расширять рамки, какие-то наши мечты попадают уже в новые рамки. Они попадают в новые рамки, и мечты становятся реальностью. Но вот у той рамки, которая была в самом начале, есть такое свойство, у рамки, которая формировалась с детства, да? Есть такое свойство. Как только мы начинаем, пытаемся что-то делать, рамка начинает на нас добить и возвращать на исходное положение. То есть мы пытаемся расширить ее, да? Раздвигаем. А рамке не нужно раздвигаться. Зачем? Она возвращает нас обратно. И вот если берем наш бизнес, что относится к раздвижению рамок? Ну, в принципе, все. Потому что раздвижению рамок способствует все то, что мы раньше не делали. То есть то, что мы делали в обычной жизни до бизнеса, до вашего бизнеса, это все внутри уже. Так ведь? Оно, ну, как бы, оно уже есть. И чтобы расширить рамки, делаем то, чего не делали раньше. Если раньше не приглашали, приглашаем. Если раньше не вели вебинары, ведем вебинары. Если раньше не сопровождали, сопровождаем. Да, если берем конкретный бизнес. Если раньше жрали на ночь там котлеты, макароны, запивали все это, заливали майонезом, запивали там, не знаю, чаем сладким, а теперь вдруг решили, что мы это не будем делать, то рука сама тянется к холодильнику, потому что рамка говорит, ты же жрала раньше на ночь, и все нормально было. Иди поешь, котлеты в холодильнике лежат. То есть рамка делает все, чтобы вернуть нас туда, где мы были раньше. Часть людей так и остаются. Вот здесь, да, внутри рамки. Часть людей, несмотря на то, что их рамка возвращает, все равно делают, делают, делают и расширяют рамки. И самое интересное, да, то, что я сказала уже, когда мы начинаем расширять рамки, наши мечты, которые были вне первой рамки, они начинают осуществляться. Начинают с маленьких. Самые ближайшие, самые маленькие мечты сначала осуществляются. Чтобы осуществить вот эти мечты большие, нужно, значит, делать такие действия, которых мы раньше вообще не делали. Поэтому получается, вот для того, если переводить на язык нашего бизнеса, для того, чтобы сдвинуться вообще, да, с мертвой точки, для того, чтобы развиваться, нужно просто делать то, что не делали раньше и много. Не искать причин, почему мы это не делаем, а находить возможность это сделать. Вот то, что вначале говорили, да. Если сказали 10 страниц и отсылать по 100 объявлений с каждой, то, значит, должно быть 10 страниц и по 100 объявлений. Если сказали, там, да, сопровождение, нужно созваниваться каждые 3 дня, там, с новичком, каждый день с новичком, то, значит, каждый день с новичком созваниваться. То есть вот эти вот действия, которые в итоге войдут в привычку и ведут к расширению рамок. Это те действия, которые в итоге приведут к тому, что какие-то мечты уже будут внутри рамки. Если устраивает только вот эти рамки, то пожалуйста, если хотите вот эти мечты осуществить, соответственно, другие действия нужно делать. Потому что сейчас, пока команды маленькие, научиться делать основные действия проще, чем потом, когда будут тысячные команды. Вот, поэтому, к чему, да, я это говорю, просто вот эта ситуация с вебинарами, я как бы неделю, вот это понятно? Чтобы добиться результата, нужно расширять рамки. Ну, невозможно по-другому. Невозможно жрать на ночь котлеты с макаронами, с майонезом и мечтать при этом иметь 42 размер. Ну, это не важно. Потом зеркало искать. А? Потом зеркало талию искать. Да, одно с другим никак не связывается. Вот. Спасибо, что хочешь, что есть. А? Спасибо, хочешь, что шея есть. Нет, меня не устраивает только шея. Когда я, ну, как бы, да, идет вот эта вот тишина по поводу вебинаров, я думаю, так, господа менеджеры, у нас в команде три менеджера, как минимум. Значит, менеджеры должны друг у друга вырывать эти вебинары и говорить, я возьму, я возьму. То есть функционал менеджера предполагает ведение вебинаров, ведение команды. У нас получается, что пока менеджеры сидим такие, да, как эти, как новички, трех-шестипроцентники, а что там дальше делать? А что там дальше? Ножками такие сели на лавочке, ножками дрыгают, и вот и сидим, ждем. Вот. Поэтому стопроцентно выполняем функционал менеджера. Вебинары ведем, в драку лезем, но отбиваем себе. Тань, меня слышишь? Найдите способ, как. Не ищите, почему нет возможности. Найдите способ, как. Когда мне Наташа Васильева сказала, да, я была трехпроцентником, который там месяц только, Наташа говорит, надо вести вебинар. Возьмешь тему? Да, по продукции. У меня даже камеры нет. Ну, говорит, посмотри, подумай, что ты можешь сделать. Посмотрела, подумала, нашла микрофон дома какой-то старый, оказывается, в ноутбуке есть камера. Подключила, проверила, провела. Да, потом оказалось, что без картины, в смысле без лица, только с голосом, из подвала как будто звук. Но провела, люди меня услышали, плюсики ставили. Значит, провела. То есть, понимаете, мы часто ищем причину, почему мы не делаем. Но мы не ищем возможность и способ сделать это. Убираем вообще из своего лексикона фразу «потому что» и заменяем его словом «как». Как я могу это сделать? Не почему я не могу это сделать, а как я могу это сделать? Вот поэтому это всем, и кто будет слушать, это и вам тоже, да. Не в упрек, но напоминаю про функционал. Иначе мы так и будем плюхаться, барахтаться в одном месте. И с уровня менеджера никуда дальше не двинемся. Потому что вот в бизнесе есть такая закономерность. Мы растем тогда, вернее, рост бизнеса, он идет вдогонку роста человека, личности. То есть, человек растет, личность растет, получает новые навыки, и только тогда идет рост бизнеса. Не бывает так, что бизнес вырос, а человек там еще, да, ну, как бы ничего не умеет. Не бывает директора с мозгами трехпроцентника. Ну, не бывает такого. То есть, директор, он всегда с мозгами директора. Может быть, конечно, трехпроцентник, который там, да, ну, вот, такой, что он видит наперед и с мозгами директора. Но при этом он делает так, чтобы он быстро стал директором. Вот, но не бывает директора с мозгами трехпроцентника. Только сначала мозги растут, и потом уже результат догоняет. Поэтому, если мы хотим, чтобы результат догнал нас, мы берем на себя ответственность и все делаем. Вот. Это мой такой праздничный посыл. Как мы сегодня, девочки, поздравляем вас с наступающим праздником. Друг друга поздравляем. Так что и поздравляю я вас с наступающим праздником. И девочек, и мальчиков тоже. Вот поэтому. Завтра, Ирина, в пятницу тогда ты, Света? Или как? Я тоже не... Я знаю, просто, понимаешь, у меня 24-го там на квартире будут делать интернет. И вот сделают, не сделают, заработают, не заработают. То есть, как бы, подвязываться сложно. Там, вроде бы, сегодня я когда переписывалась с Константином и с Ириной, Ирина четверг успела занять. И потом Константин откликнулся, я говорю, у нас еще пятница свободна. Он говорит, какую тему? Выбирай, какую хочешь. Какая тебе тема нравится, вот такую тему и проводи. Я, например, вот для себя сейчас задачу ставлю, хотя бы один раз провести какую-нибудь новую тему. И потом их уже отрабатывать. Себе слайды создать, максимально возможные какие темы. И просто потом уже их отлаженно рассказывать. Все. Вообще, как бы, да, нужно уже выходить на тот уровень, когда мы можем вести любой вебинар на любую тему. Ну да, ну вот, видишь, я же, например, знаю, что есть, например, тема, там, 150, там, ну, 8 видов дохода и прочее-прочее. А ты каждый раз задаешь, там, ступеньки лидерства, там, функционал, бизнес-спортозы. У меня, я думаю, если это еще два проведу, у меня будет полный, как бы, комплект вебинаров. Я такая, а нет, еще есть темы. А их знаешь, сколько еще? Я знаю, у меня еще продукты, там, как у Wellness есть продукты, и ароматы у меня покупают продукты. А еще там есть, вот, наверное, серия Novage есть тоже, скорее всего, вебинар по теме. Потом, может быть, там, я не знаю, Giordani Gold можно что-нибудь придумать. То есть, вот, тематически такие рассказать. Ну, про молодежную косметику, я думаю, лучше, наверное, молодежи рассказывать. Я вот все надеюсь, что у меня Маша, наконец-то, осмелеет. Она вот уже осмелела на две страницы ВКонтакте работать. Я думаю, двигается. Ну, просто она очень такая стеснительная. У нее была такая ситуация. Она, я ее рекомендовала своей девочке в помощнике в секретариат. И она пошла на собеседование. Там у них такой руководитель, он, ну, строго разговаривает. Так она после собеседования расплакалась. И поэтому отказалась там работать, хотя она им понравилась. Просто вот она такая вот скромная, стеснительная. И лишний раз там сразу слезы. Я говорю, господи, что, боже мой, дети, дети. Ей сколько лет? Ей так, ей 21 исполнилось. Ой, 21 у меня уже Анька была. Ну, вот, а у нее, или 20 ей? Нет, 21 она на год младше Ваньки. Вот там у них это, у нее там бабушка, я так понимаю. Железобетонная леди. Ну, так я же говорю, они лето прожили там у Маши. Я говорю, вы там ничего живете? Я говорю, хоть бы на работу куда пошли. Неужели не стыдно? Говорят, такие большие лбы. Бабушка там, и там дедушка работает на пенсии. Они говорят, нет, бабушка сказала, что, говорит, мне год спокойнее, когда вы дома. Ясно. Ну, короче, парадом командует бабушка. Кому на право, кому налево, кому вперед. Край и бог пусть за 100 лет живет. Да. Ну, и в детстве не выращивать. Пускай дети. Вот там. Ну, ладно. Короче, это... Да, это второстепенно. Вот, ну, бери тогда Машу, мы уже говорили, под крыло берешь, и постепенно, постепенно... Ну, я ей даже пока не заикаюсь, но потихоньку я тоже буду ее говорить, что надо, надо начинать разговорить, как она будет вести презентацию голоса, если она говорить боится. Успешный старт, 8 видов дохода, вот, значит, то, что 8-10 минут... Успешный старт, да. Успешный старт, да. То есть самое первое, с чего мы начинаем с любым новичком, отрабатываем успешный старт. И уже на успешном старте видно будет, да, как бы давать дальше следующую тему, или пока вот отрабатывать успешный старт, чтобы человек привык к камере, привык, что он сидит с компьютером, сам с собой разговаривает. Это ладно скайп еще, да, как бы голоса слышишь, ну, даже если там лица не всегда видишь. А вебинарная комната же такая вещь, что, как Вадим Суботин сказал, сижу, говорит, сам с собой разговариваю. В итоге взял и выключился, не привык, говорит, я так работать. И прямо посередине парада успеха, на середине своего выступления взял и выключился, говорит, переволновался, что сижу сам с собой разговариваю, не понимаю, слышит меня, не слышит, видит, не видит. Вот поэтому, 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 поэтому начинаем с успешного старта и дальше уже смотрим, как человек себя ведет. Вот, так, вопросы? Сайт сейчас что-то не работает, но это так, мелочи, я думаю, какие-то технические проблемы. Таня, вопросы? Таня, партизация. Завтра, ну, я уезжаю, я к 6.30 не доеду туда. Там у мамы есть скайп, ну, как бы, не знаю, войдем, ну, как бы, получится, не получится. Если я успею до 6.30 доехать, то планерку проведем. Если не успею, проводите сами. Созвонились, поговорили, обсудили. В конце концов... Ну, все, сайт заработал. Да, функция менеджера входит в проведение планерок тоже. С вами ключевыми планерками. Вы меня слышите сейчас? А? Сейчас слышим. Вы меня сейчас слышите? Да, сейчас слышим, да. Мне до этого не слышали. Я с вами разговариваю, разговариваю, думаю, что они меня игнорируют. Не знаю, вот только сейчас мы тебя услышали. Давай разговаривай. Через наушники была, почему-то не слышно. Ты вот про это поняла? Этот, я... Да, 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 поняла, я все видела, я вас слышала. Этот, я что хотела спросить, научите меня эти слайды делать. Пока, я говорю, если у меня нет возможности компьютер купить, я говорю, планирую в марте, я хотя бы, может, потихоньку буду делать эти слайды и сама, как бы, ну, буду готовить какие-то вот эти вебинары, чтобы потом раз, и мне уже было все готово. Я бы как бы сама вот эти на разные темы пока для себя. Я просто даже не знаю, как эти слайды делать, там, куда чего скидывать и как. Ну, давай, Тань, ты когда будешь готова, может быть, мы с тобой по скайпу созвонимся, и я тебе покажу на экране, как это делать. Просто рассказать это сложно. Да, это демонстрация экрана надо делать. Ну, ты просто демонстрировать экран, и ты просто посмотришь, там очень легко, там вообще очень легко. Я сама говорю, когда первый раз сделала, я заплатила деньги, там, по-моему, около двух с лишним тысяч, но они мне за ночь сделали, прислали. Я посмотрела и полезла переделывать. Я думаю, что я платила деньги? Сама все прекрасно сделала, научилась. Так что, если вдруг завтра я не подключусь ни на что, меня не теряйте. Там, я же говорю, там интернет есть, скайп есть, но получится, не получится подключиться. Обещать не буду. Связь там такая, что и телефонная связь тоже, кто есть, кто ее нет. Так что, вот так. Владимир, у меня сегодня заказ должен был забрать. Ты отследи, чтобы он не оставлял. Я ему сегодня звонила, у меня же я записывала, куда ему, ну, посылала-то. Я сегодня позвонила, думаю, все равно должен прийти. Уже она говорит, да, пришел. Я ему звоню, я говорю, заказ ваш пришел, я говорю, можете идти забирать. Он, я заболел, вот сижу на больничном, я говорю, ну, я тоже, говорю, заболела, я сижу, говорю, дом на заказ, мне тоже надо забрать. Ну вот он сходил, вроде мне тут каждый шаг свой докладывал Вот я сейчас оплатил, вот сейчас пойду туда Но как бы больше не позвонил, значит заказ он забрал, я думаю Так что вот Ну ты можешь, если что, менеджера СПО позвонить, уточнить Да ну, я проще ему Ну у него тут был вопрос, так он мне как бы этот Звонил, а тут, думаю, нет вопросов, значит, забрал Стараемся не допускать возвратов Зато свой заказ не забрала С температурой 39, как дура поперлась за этим заказом А из-за этой погоды заказ не приехал Я говорю, очень приятно, я говорю, знала бы, даже не пошла А что не позвонила вначале? Да необычно было по средам, я хожу часа в 4, уже как бы товар приходит И сегодня так же пошла, думаю, надо сходить, а то там праздник Я прихожу, она говорит, у нас нет праздников, мы в пятницу работаем А что за погода-то у вас? Вот она говорит, у нас может и в 11, и в 12 приехать Я говорю, понятно, я говорю, тогда в пятницу приду Ага, ясно Ясно, понятно все с вами А, у тебя с того каталога заказ? Тань Алло, потерялись снова Алло Короче, вы со Светой созваниваетесь тогда Договариваетесь о времени Созваниваетесь, Света показываешь демонстрацию экрана Таня готовит слайды И сразу бегом с марта там, да, сразу берешь вебинары Вот, рекрутируем, 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 девочки Вот, но нет другого способа расти, кроме как рекрутируем Ну, это понятно Да, то есть мы пытаемся оживить дохлую корову Которую уже ни молока, ни мяса, ничего нет Да, у нее уже рога отвалили шкуры Да, мы ее пытаемся оживить, реанимировать Там, да, мотивационные сказочки рассказываем, вебинары скидываем А ей уже нафиг ничего не нужно, этой дохлой корове По сути, нужно просто найти новых молодых телят и вырастить нормальных коров Ну, если вот так переводить, да То есть, если, да, конечно, бывают люди, которые постепенно созревают и придут в бизнес Но их мало таких Если человек до этого, ну, как бы Если он четвертый каталог дохлой коровой и говорит, я не хочу, не хочу Смысл его реанимировать, ему просто иногда давать информацию Но при этом новую кровь уже пускать Вот, так что, Таня, 10 страниц у тебя ВКонтакте Если ты рекрутируешь ВКонтакте, 10 страниц ВКонтакте Все, как минимум Как скажете 10 страниц, как минимум, у каждого должно быть А я по поводу с роботом еще отработаю и потом тоже сделаю видео по роботу Да Ну, чтобы эти страницы хватать было время, да Я еще параллельно буду Инстаграм осваивать Ну, вот как Ирсана работает, посмотрим В принципе, там сложного ничего нет Там все по времени только завязано Ну, переменки есть 100 лайков, ой, 100 подписок сделать на переменки реально Раз в час Вот, там, тем более, подписки быстро делаются в Инстаграм Главное, правильно оформить страницу Инстаграм выкупил Фейсбук выкупил Инстаграм Заплатил за это 30 миллионов, там, то ли евро, то ли долларов Это я сегодня просто слушала Да, соответственно, если такие бешеные бабки вложены в социальную сеть Инстаграм Значит, будут делать все, чтобы эта сеть развивалась Так ведь? Инстаграм сейчас очень мощно развивается То есть там... Я еще... Давай, давай, потом, Сташа Там более 100 миллионов пользователей Там каждую секунду ставится 1000 лайков Если не больше Да, это я вот примерно запомнила Поэтому там каждый час миллионы фотографий выкладываются Поэтому Инстаграм это сеть, которая очень быстро развивается сейчас Поэтому как бы, да, ну, просто выбрать в социальных сетях море Это мы привыкли, контакты, одноклассники, Инстаграм, Фейсбук На самом деле их море Вот, просто нужно делать Еще у Фейсбука, когда... Ну, вот Фейсбука тоже как прямой... Ну, не преимущество, а положительное Я страничку там создала И я прямо из Фейсбука могу перейти на Твиттер То есть у меня привязана, получается, страница И она контактами тоже обменивается Но я вот не проверяла, конечно, там, когда объявление или пост на своей странице размещаешь Он должен, по сути, дублироваться в Твиттер Но у меня тут тоже рассылка Допустим, здесь останется ВКонтакте, одинаковые посты разместить Застрелиться Ну, если я условно... Но вот это тоже автоматизирует Там он дает автоматизацию, рассылку сообщений в группе В группы и рассылку сообщений на свою страницу Ну, вообще, на свою страницу можно делать отложенный пост Александр Иванов как-то показывал это То есть вы заранее готовите пост, чтобы он утром в 8 утра выложился, например? Есть такая функция ВКонтакте Ну, просто у него видео снято давно, когда интерфейс у ВКонтакте был другой немножко Я посмотрела, да, есть эта функция Я не пользовалась, но она есть Так что можете ночью, например, приготовить, чтобы утром выложилось Потому что, ну, как бы, по моим наблюдениям, посты, выложенные ночью, обычно меньше лайков получают, и они теряются утренними новостями Утренними постами Вот еще бы сделать бы отсрочное сообщение в группу Бот настроишь, вот и будет тебе все Нет, но бот, он настраивается, он как, нужно же включить страницу и включить бот на эту страницу А так, чтобы он работал офлайн, со страницы, там, по-моему, такого нету Ну, кто его знает, может быть, и будет Ну, я просто полазила вчера на форуме в этом, в работе, там, на руке Просто я, конечно, не все понимаю, что они там пишут, они там таким языком Да, у них там какие-то свои технические штучки, то, что мы не знаем, не понимаем, поэтому Ну, в принципе, всему можно научиться Это дело времени Было бы желание, была бы цель, а так всему можно научиться Ясно, ладно, давайте сейчас будут У матросов нет вопросов, да? Ну что, поздравляю вас еще раз с праздником наступающим Если вдруг завтра в скайпе не увидимся, да, в чатах я все равно буду, я зайду в контакт там у мамы Они живут вдвоем с братом моим, как два буржуя У них у мамы свой компьютер, у брата свой компьютер Я говорю, вы вообще зажрались уже Но живут хорошо, по скайпу разговаривают Один играет, другая по скайпу говорит Зато все счастливы и довольны У нас дома три ноутбука У вас ноутбуки, у нас компьютер Ай! Это я кошка Писается? Ага, цепилась когтями в ногу, играет Вот, так что в 7.30 жду вас на вебинаре «Успешный старт», 8 часов, функционал бизнес-партнеров Свет, пятницу добей, кто ведет? Хорошо, добью Добей, напомни И, Тань, твоя задача добить Света, чтобы она тебя научила Угу Все, договорились Нет, добивать не надо, я сама научу Девочки, всегда помните, где вы хотите жить В своих старых железобетонных рамках Или хотите, чтобы ваши звезды уже начинали осуществляться Чтобы рамки расширялись Делая то, что делали раньше, невозможно получить другой результат Чтобы получить новый результат, нужно начинать делать другие действия То, чего раньше не делали А и вот это как раз, вот сейчас я сегодня слушала несколько спикеров Они все говорят, самые сложные, говорят, первые полгода, первый год Когда вся система нарабатывается, да, когда идет внутренняя ломка К привычному, да, пришел домой, пожрал и лег перед телевизором А ты вместо этого пришел домой, не успел пожрать Садишься за компьютер и сидишь до полуночи Вот То есть, самое сложное, это ломка, работа над собой И сегодня я получила новый журнал Вам он тоже придет с заказом Mirrory Flame И там есть история быстрорастущих лидеров Ну, Сергей и Анна Шахаева, да, знаем уже на слуху Да И вот я когда читала, они видели ролик Гондопаса Призови себя в армию Скину сейчас Они говорят, мы на два года, в кавычках, призвали себя в армию И я поняла, о чем они говорят В следующем году наша служба закончится в новом топовом звании И мы уверены, что не в одном То есть, они за год сделали бриллианта Сейчас они открыли квалификацию дважды бриллиантовых То есть, у них один год прошел, да Через год что будет, там вообще Исполнительный, да, дважды исполнительный Кто там у нас еще Даже дальше исполнительного сама толком не знаю Если не президентом закончен Вот поэтому Призовите себя в армию, девочки Тем более, завтра праздник всех защитников отечества С завтрашнего дня призываем С сегодняшнего дня призываем себя в армию Вопросы? Нет вопросов? Отвечайте мне в бриллиантовой команде Я написала Окей Итак, все тогда В 7.30 и 8 часов жду вас всех Пока-пока Пока-пока